А вот что нашли мексиканские археологи на территории древнего города Майя и как ученые собираются определять активность вулканов. Об этом и не только далее в нашем обзоре. На территории древнего мексиканского города Поленке археологи нашли маску Покаля Великого. Он правил царством Майя в 7 веке нашей эры. Артефакт обнаружили во время раскопок одного из домов в Поленке. Предполагают, это маска, снятая с правителя в старости. Вместе с ней археологи нашли и ритуальные керамические фигурки, а также изделия из кости. В столице Китая, Пекине, 700 человек состязались, кто скорее поднимется на крышу местного небоскреба. Это часть всемирного соревнования по вертикальному бегу. Участники покоряют высотки в разных странах. Высота пекинского здания 330 метров. Чтобы попасть на вершину, необходимо преодолеть более 2000 ступенек. Первым на крышу взобрался австралиец за 10 минут и 9 секунд. Вулканологи будут предсказывать активность гавайского вулкана Килауэа по звукам, которые он издает. Ученые уже установили микрофоны вблизи кратера. Он будет фиксировать низкочастотные волны, которые создают вулканические газы. Если звук становится громче, это будет означать повышение активности в недрах вулкана. Последний раз Килауэа извергался в начале мая этого года. Шахматы в бассейне. В Лондоне прошел всемирный чемпионат по этому виду спорта под водой. Шахматная доска и фигуры крепятся ко дну бассейна на магните. Участники ныряют без специального снаряжения. И пока не сделают ход, не могут подняться на поверхность. Каждая такая игра длится до 40 минут. Японские фермеры тестируют дроны, способные в 4 раза быстрее, чем человек, опрыскивать сельскохозяйственные угодья. К примеру, обработать пестицидами или удобрениями рисовое поле такой беспилотник может за 15 минут. Он анализирует состояние растений и определяет количество необходимого вещества. По словам разработчиков, такой дрон придумали, чтобы решить проблему дефицита рабочей силы. Стоит беспилотник 36 тысяч долларов. Без сна и еды. На побережье французского города Гавр стартовали гонки на одиночных яхтах. 36 участников будут плыть без перерыва трое суток. В их распоряжении только рация, позволяющая общаться с организаторами соревнования на берегу. Это первый из четырех заплывов. Его протяженность более тысячи километров.